В конференц-зале историко-культурного центра состоялась встреча главы Ленинского района Валерия Венцеля с работниками основных социальных учреждений муниципалитета ЗАГСа, Центра занятости и Пенсионного фонда, лидерами общественного мнения и просто неравнодушными жителями. В плотном графике главы района всегда находится время для живого диалога с общественностью. Подобные встречи стали проводиться на регулярной основе. В ходе беседы с коллективами соцучреждений глава сделал акцент на основных векторах развития на ближайшее время. Главная тенденция последних лет – стремительный рост числа жителей Ленинского района. И значит, нужно ускоренными темпами создавать и совершенствовать комфортную городскую среду, где дороги и развязки обеспечивают быстрый беспробочный трафик, а число социальных объектов, школ и детских садов соответствует количеству вводимых квадратных метров. Немало важна еще та инфраструктура, которая вокруг них создается. Вот это самая основная задача, чем занимается и правительство, и губернаторы лично держат на контроле. И, естественно, мы, как муниципалитет, который на места вынимает эту проблему, постоянно ее обозначаем для правительства Московской области и для губернатора. Формат встречи позволяет каждому задать интересующие вопросы и получить от главы Ленинского района Валерия Венцеля конструктивный ответ. Так была обозначена еще одна животрепещущая тема – ЖКХ. Галина Советникова рассказала, что на Петровском проезде в Расторгове сложилась неоднозначная ситуация с навязыванием услуг частной управляющей компании. Ни договора, никаких писем жителям. Эту пик, допустим, данной организации, многие знают, что и не хотят. Но они уже каким-то способом, я не знаю, заявление там подтасовали или что, уже в жилищной комиссии прошли регистрацию. Вот что нам делать? Мы бы хотели остаться управляющей компанией. Там, где жители говорят, слушайте, мы не голосовываем, мы никаких протоколов не подписывали, нас никто не собирал, вот по тем домам ведется работа по переголосованию. Это достаточно законный процесс, когда жители собираются и переголосовывают по решению, в какой управляющей компанией они ставятся. Встреча, которая продолжалась более часа, еще раз подтвердила, что прямое общение представителей власти и общественности крайне эффективно. Здесь любые вопросы, в том числе и самые неудобные, не замалчиваются, а детально проговариваются. И таким образом создается хорошая почва для решения многих насущных проблем.